Продолжение следует... Сейчас будет нелегко 20-летнему спортсмену из Махачкалы. При встрече он провел на этом чемпионате Шинобазов и никаких замечаний не было у тренеров после этих боев. Атакует наш спортсмен, но пока осторожно. В предыдущих репортажах, наверное, любители бокса помнят, как уверенных, четко шел вперед Шинобазов, наращивая темп, атака, темп. Уверенных, мощных, атакующих действий. ... ... Маневрирует соперник Шановакова 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 Ну что вы, получается предупреждение. Вот так я говорил в предыдущем репортаже о том, что во встрече с Тадичем Шановазов тоже получил предупреждение от шотландского арбитра Рида, который был дисквалифицирован потом, потому что судейская комиссия признала необоснованными его действия. Комментарии здесь излишни, товарищ. Закончен бой, но это справедливое решение принял венгерский арбитр Николай Зорин. Конечно, явные преимущества советского спортсмена, дебютанты, я еще раз скажу, из Дагестана Нурмагомеда Шановазова. Посмотрите еще раз его уверенные, мощные, целеустремленные атаки. Ну пока формальность, так сказать, арбитр собирает записки судейские, боковых арбитров, их пять вокруг, вы знаете, которые определяют победителя. Ну тренер нашей сборной, Владимир Александрович, Дагестан, конечно, не имеет и сегодня претензий Нурмагомеду Шановазову. А я скажу, что весе во втором среднем до 75 килограммов чемпионом Европы стал Генри Маске. Двадцатилетний боксер из Германской Демократической Республики выиграл в финале у Золтана. Отлично выступает здесь, в Будапеште, боксеры Германской Демократической Республики. Пять золотых медалей завоевали они, одну серебряную. Никогда так успешно не выступали спортсмены ГДР. Еще раз напомню их чемпионов. Брайбард, Рене Брайбард, первая и налегчайшая категория, вторая и налегчайшая Дитер Берр, Дикрит Менетт, 63,5 килограмма, Михаил Тим выиграл у Бабхена Сабрадяна и Генри Маске, второй средний вес. А здесь зал аплодирует Нурмагомеду Шановазову и мы вместе с вами, конечно, говорим.